Всем привет! Меня зовут Ольга Сенегина. Если вы впервые зашли на мой канал, обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать мои новые видео уроки. А сегодня я вам покажу очень крутой макияж. Мне лично он очень понравился. Я прям красила и вдохновлялась. И немножко необычный момент в работе. И я вас попрошу, чтобы вы ставили мне лайки, писали комментарии. Потому что в какой-то мере это ваша благодарность за мой труд, который делаю я для вас. Мне это приятно. И я вижу, что вам интересно. И, скажем так, по лайкам и по комментариям я понимаю, насколько интересна вам моя работа. Поэтому не забываем жать лайки и писать комментарии. Слушайте, мне, кстати, знаете, интересен такой момент. Меня здесь больше слушают профессионалы, новички или просто красивые девушки, которые любят красивый макияж. Для чего я спрашиваю? Чтобы мне понимать, на какую аудиторию ориентироваться. Потому что все-таки это важно, чтобы я давала вам интересный контент. Потому что если я даю... Ну, как бы я чаще даю для профессионалов. А если все-таки у меня есть и любители, то я бы хотела для вас тоже дать интересный макияж. Удачного тебе просмотра. И я тебе рекомендую взять модель или на себе и сразу отрабатывать этот макияж по горячим следам. Я так часто делаю, когда я просматриваю какие-то видео уроки. Да, я просматриваю, я учусь. И я сразу отрабатываю. Могу зарисовывать на бумаге, а могу садить модель и сразу отрабатывать. Это такой мини-совет тебе. Сейчас я буду увлажнять кожу и при этом придавать небольшое сияние. Я использую тональный флюидный крем Джорджи Армани, он с перламутром идет. Как сам по себе, как продукт, если его отдельно использовать, он очень прозрачный, легкий и практически он незаметен. Но при этом он очень хорошо увлажняет. В нем, видать, есть какие-то продукты, которые увлажняют. Если вы обратили внимание, у меня у модели веснушки есть. Моя задача оставить эти веснушки, сделать так, чтобы они все-таки были. Поэтому здесь сильно плотные текстуры, я не могу себе позволить плотную текстуру использовать. Но при этом есть моменты, где нужно перекрыть. То есть я буду дозированно наносить где-то плотно, где-то достаточно прозрачную текстуру. Тональный крем я буду наносить спонжиком. Почему спонжиком? У меня достаточно много есть кистей. Это такая вот дуофибра плоская, она скоро выйдет на рынок. Плоская кисть Соболь и вот такая вот куполообразная дуофибра. Но вот этими, вот этими кистями и... А, кстати, это дуофибра, она отпадает ручка часто. Это тоже причина, почему я не очень люблю кистями работать. Работаешь, у тебя отпала ручка. Так, возвращаемся к главному, что... Когда у меня проблем на коже есть, то мне нужно более плотнее наносить. Я могу руками наносить, да, это быстрее произойдет, чем кистями. Но кистями тоже нужно хорошо растушевать, чтобы не было полосочек. Я люблю, когда идеальное покрытие, идеальная прозрачность. Но, так как у меня появился... Я давно говорила о том, что у меня появился спонжик, вот такой вот компанией Сенат. На рынке очень много спонжиков. И я уверена в том, что многие мастера не знают, какой спонжик выбрать. И какой... Ну, почему этот спонжик дороже, почему это дешевле. Самое главное, что спонжик я очень легко выжимаю. Он очень мягкий и комфортно им работать. Мне и, самое главное, клиенту, самое главное, что он мало ест тонального крема. И у него покрытие, как после аэрографа. И самое-самое главное для меня, это быстрота. То есть, я спонжиком буду намного быстрее работать, чем кистями. И у меня рука не так устанет. Потому что, все-таки, когда ты вот это быстро работаешь, тональный крем, он имеет свойство застывать. И тебе нужно быстро его растушевать, чтобы он красиво лег, чтобы он был пластичный. Потому что, когда он уже застынет, то уже не так просто и легко его растушевать. Поэтому я чаще всего выбираю спонжик. Только тогда беру кисти, когда у меня спонжики все закончились, и мне лень их мыть. Кистью я наношу увлажняющую текстуру. Это, безусловно, только кисть. Либо же просто хочется кисть вспомнить. Повторяю, что я наношу. Я очень легкий наношу тональный крем для аэрографа. Думаю, вам видно, что у меня нет маски на лице. Поэтому я использую спонжик. Спонжик можно мочить, чтобы он больше становился. Можно сухим способом наносить, чтобы он чуть-чуть плотнее наносил. Я сухим способом наношу, для того, чтобы немножко плотность была. Я работаю, покажу темптуру. Я думаю, многие знают этот тональный крем, что он прям как водичка, он очень легкий. И я смешиваю два цвета, я никогда не беру один цвет. Я темный и светлый всегда, чаще всего смешиваю. И поэтому этот крем, тональный крем, его можно нанести либо аэрографом, либо дуофиброй. Либо спонжиком. Кистью дуофибры очень долго вы будете работать, и нужно достаточно быстро работать. А чтобы у вас было покрытие, потому что, я напомню, у меня есть зона, где мне нужно более плотное покрытие сделать. Там нужно будет достаточно хорошо потрудиться. Поэтому, я думаю, вы сами видите, что спонжиком намного проще и быстрее наносить. То есть, буквально 10 секунд прошло, у меня тональный крем нанесен. Сейчас мне нужно будет прорабатывать текстуру, делать объемы. Также я переворачиваю спонжик, и мне очень удобно им набирать корректор, и тут же его наносить. Почему я не использую кисть? Потому что кисть, она, скажем так, не вбирает в себя излишки, которые нужны. И плюс она все равно оставляет такие полосы немножко. А спонжик, у него текстура очень похожа на текстуру кожи. И когда вы наносите, получается такое, знаете, как правильно, даже не знаю, подобрать это слово. Текстура кожи получается. Нету эффекта маски. Мы начинаем. Я один глазик сделала, наполовину сделала, я вам показала так, чтобы вы видели разницу. Я не пудрила, не хотела сказать, не тонировала. Сейчас я беру кисточку цена 12, это вообще мне... И вот эта кисть влюбилась. Можно делать и подводки, и вот такую вот тушевку. Гель черный вы берете той фирмы. Гелевая подводка, которая у вас есть, и которой вы привыкли. Что я делаю? Я прорабатываю вот так вот между ресничком. Дальше я беру кремовые тени Джорджи Армани 11. Он мне нужен для того, чтобы века была влажной, но при этом было такое мягкое-мягкое сияние. Кисточка 18, сенарт. И я наношу на краевую линию. Плюс, чтобы у меня мягко стушевывался мой коричневый цвет, который у меня будет. Конечно, когда кожа не припудрена, то очень нужно аккуратно работать, чтобы вы не сняли ничего. Но, в принципе, потом, когда я буду пудрить все, то я протонирую еще раз. Ничего страшного в этом нет. Просто удобный кремовый текстур втушевывать во влажную текстуру. Текстура это, я имею в виду, кожа. Дальше я беру стилл, стила. Так, 917 А. Честно говоря, я недавно их приобрела для себя. И я не нашла еще. То есть не нашла в них того кайфа, который все прям твердят и все говорят. Например, вот этот вот 917 номер. В сенарте есть 26 пигмент. Я буду сейчас дублировать. Я могла сверху спокойно нанести крейлайн, а потом 26 пигмент сенар в следу. И у меня, честно, на самом-то деле, было бы немного красивее и стойче продукт. Потому что стилл, он немножко все-таки осыпается. Может быть, я чего-то там не знаю. А вы знаете, как работает с этим продуктом. И он требует каких-то особых умений. Может, вы мне просветите. Пока не высох продукт, я 26 пигментом следа это фиксирую, убивающими движениями. Кисточка у меня 24 горный колонок. Самое главное, это не растушевывать. Девочки, вы когда начинаете растушевывать, у вас все разлетается в разные стороны. И вы потом говорите о том, что следа плохая, она не держится. Она держится, все держится. Главное, набивать. Так, глубина проработает. Той же гелевую текстуру берете, ту, которая у вас есть. Которую вы привыкли работать. И начинаете с впадины работать. Я только вас об одном попрошу. Когда вы работаете в геле, работаете достаточно быстро. Потому что гель имеет свойство засыхать. Кстати, обратите внимание, очень хорошо гель втушевывается в следу. Именно конкретно в Сенартовскому следу он идеально втушевывается. Потому что некоторые слюды он так не втушевывает. Так, я вернусь к гелю своему, что я вас попрошу о том, чтобы вы быстро работали. Кисточка у меня 14 и 15, это синтетические кисточки. Гелевую текстуру лучше всего растушевывать синтетикой, потому что натуральные кисточки будут капут. По-другому не скажу. Она просто-напросто вы ворс испортите. А синтетика, она более жесткая. И ворс не так портится. Старайтесь вытушевывать при открытых глазах. И смотреть, что у вас происходит. Куда вы тушуете. Дальше обязательно у вас должны быть кремовые тени. У меня нарс, кремовая тень. Коричневая. И кисточка 14 и опять. И я сейчас начинаю... Я называю это игра. Игра в цвет. Прямо. То есть я начинаю постепенно-постепенно набирать цветовую насыщенность. Потому что сразу я не могу взять и нанести много. Потому что, наверное, большая вероятность того, что я где-то пятно посажу, и у меня будет красивый такой черный панда такая красивая будет. Поэтому, чтобы этого не было, это нужно постепенно-постепенно набивать. Теперь самое страшное для всех визажистов это низ. Я вам настоятельно рекомендую попробовать этот момент все-таки на подружках. И чем больше вы и сильнее вы опустите этот низ, тем это будет круче смотреться, эффектнее и красивее намного. Просто на клиенте я вам, наверное, в 200% гарантии даю. С первого раза вы никогда не опустите это. А если опустите, то вам будет казаться, что очень сильно вы опустили, к примеру. И вы будете стараться... То есть клиент начнет, возможно, воду варить. И вы все-таки возьмете его точку зрения. Ну, блин, точно говорили, что все правы, что не надо сильно так опускать. А я послушалась, не буду больше опускать. А так, когда вы, скажем так, утвердитесь уже в этом, то вас будет достаточно тяжело переубедить прямо в том, что это некрасиво. Потому что вы с первого раза сделаете красивую тушевку, и вы сможете отстоять свое мнение и сказать, что чуть попозже, чуть попозже. Знаете, как говорится, половину пол работы дураку не показывают. Здесь ничего обидного нет. Я опять беру кремовые тени. Вы, кстати, заметили, что я миксую кремовые тени и гелевые тени постоянно, потому что крем, он все-таки более прозрачный, более воздушный и он более пластичный, чем гель. Гель, он дает вот эту вот насыщенность, глубину, а крем, прямо, а крем, он дает прозрачность, но при этом цветовая гамма есть. Прямо. Мне очень нравится косметика NARS. К сожалению, наверное, тот, кто живет в Америке, круто, вы можете ее купить. Тот, кто живет в Украине, ищите друзей в Америке. Я беру никс. Кстати, я вам, знаете, хочу сказать, что мне, например, достаточно сложно один глаз сделать, а потом второй глаз сделать. Я потом уже замечаю, что там то пропустила, то пропустила, и там... Блин, в памяти надо все уметь хранить. Как вам? А как вам, кстати, удобнее работать? Оба глаза делать или все-таки один, а потом второй? Мне, например, лично мне удобно делать два глаза одновременно. 57-й пигмент наверх. Синарт. Набивающими движениями, плотной кистью. Я прям вбиваю, если вы видите, так. Не растушевываю, набиваю, потому что мне нужно такое плотное сияние получить. Такие вот тени мы кап хоревым рядышком. Тут уже немножко втушевываю. Я беру 19-й пигмент Синарт, кисточка 17-я, и вот это вот краевое сразу стушевываю, плюс придаю немножко оттенок, немножко, потому что дальше у меня будут идти матовые текстуры, а матовые текстуры по влажной текстуре они хорошо впитывают. Чтобы у меня не было здесь краевой линии четкой, я перламутром списываю. Дальше я беру тарталетку, вот этот вот цвет. Кисточка обязательно должна быть белочка вниз. В этом макияже и вообще в принципе вот в этих цветных макияжах в основном делается белочками, потому что в глубину она прозрачная, белочка вроде бы, но при этом дает хорошую насыщенность. Сейчас я работаю на 8-й кисть, дает хорошую насыщенность, вы сами видите, и при этом у меня ничего не осыпается. Лично я при работе с матовыми текстурами ранее, когда я работала там козочкой, горным колонком, либо еще, то матовые текстуры у меня сыпались достаточно сильно. Когда я перешла на белочку, то я прям вздохнула. Она прям, знаете, как говорится, сама рисует. Вы просто набираете, а кисть сама рисует то, что вам нужно. Опять белочка пятая, вверх. Краевую чуть-чуть списываю аккуратно. Возьму ательер тени восьмой цвет, возьму вот этот цвет. Вот этот, вот этот. Наверх, чтобы здесь вот сделать наверх плавный переход. Я любитель плавных переходов, поэтому за этим я очень сильно слежу, и для меня это очень важно. Опять моя волшебная кисточка пятая, и мы начинаем вниз прорабатывать потихонечку. Рисует сама. Я беру гелевый карандаш, инглот. Вы можете взять тот цвет, который у вас есть, либо просто гель. Ну, почему я взяла гелевый карандаш? Он, скажем так, мягче немножко, чем гелевая текстура, но по стойкости он такой же. Я беру эти тени и краевую списываю, чтобы у меня не было такого, что риска оборвалась. Дальше я беру тени стил, кремовые тени. Вы такую текстуру можете сделать самостоятельно, смешайте. Креолайн с 70-м пигментом Сенарт, и у вас будет такое вот сияние. Делаю брови. Я работаю пудровым карандашом Сенарт 1. Хвостик протягиваю. И потом кисточкой Сенарт 21 стушевываю аккуратно края, чтобы не было жесткой линии. И нужно получить такой мягкий бровь, в меру яркую, в меру мягкую. Там, где у меня нету волосков, я по росту волос рисую. Если вы любите сияние так, как и я, тогда на влажную текстуру я использую пигмент 65-й Сенарт, кисточку третью, белочка, и аккуратно набивающими движениями я наношу 65-й пигмент. Но это вы делаете только в том случае, если вы любите сияние. Если вы не любите сияние, то вы сразу пудрите и все, и не мучаетесь. Я пудрю. Мне пудрится на арт. Там хорошенько пропудриваю. И у меня получается мягкое сияние. Если вы хотите, вы потом обновите его еще раз. Если не хотите, вы не обновляете. То есть вы сами решаете, хотите вы или не хотите. Но эта пудра, она вообще офигенная. В каком плане она офигенная? Вы, я думаю, видите, что происходит с лесом. Она сразу такая фарфоровая становится. И она как бы подтягивается. Если бы я взяла... Плюс, помните о том, что я говорила в самом начале. У меня очень сухая кожа. Я знаю, что бы произошло с моей кожей. И я уверена в том, что вы, визажисты, тоже знаете, что бы произошло с кожей. Если бы я взяла аждишно, то у меня аждишную пудру. Вот эта зона, которая сухая. И нос моментально бы взялся такими чешуйками. Сразу бы ушел бы тональный крем. А здесь, вы видите, что этого всего нет. Кстати, хотела вас спросить, как вам вот этот вот цвет, который сейчас крашу. Это в раздумьях, выпускать его или не выпускать. Он мне очень нравится. Такой шоколадный цвет. Я думаю, он, наверное, многим подойдет. А вот этот вот цвет лип-лайнер 01 нюдовый цвет, который всем тоже подходит. Я как бы стараюсь выпускать такие цвета, которые необходимы всем. Уголки я так затемняю. Это карандаш помада. Он очень стойкий, он не сушит губы, он очень комфортный на губах. В отличие от многих матовых помад. И, конечно, я не сушит губы, он очень любит. И, конечно, я не сушит губы, он очень любит. Ну что, как просмотр? Тебе понравился этот макияж? Лично мне нравится. Я прям в восторге от этого макияжа. Особенно сочетание. Я снизу, получается, сделала акцент на весь глаз. И за счет того, что у меня внизу вот эта вот яркая часть, она сразу подсветила все остальные цвета. Так бы он был более приземленный, более натуральный, что ли. Губы я не захотела яркими сделать, потому что у меня у модели не такие большие губы. Если бы там у меня у модели были пухлые большие губы, то я бы обязательно, наверное, сделала темно-темно-бордовыми их. Тогда бы глаза смотрелись бы еще ярче. Ну что, друзья, будем прощаться. Я надеюсь, что, и я уверена, наверное, в том, что тебе этот видеоурок очень подрался и очень помог, и обязательно ты его будешь использовать в жизни. Если ты хочешь получать мои видеоуроки первым, то жми колокольчик, и тогда тебе будет приходить уведомление. Не забываем жать палец вверх и писать комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok